Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях руководитель Чувашского регионального отделения экологической организации «ЭКО», руководитель проекта «Лёгкие Волги» Александр Воробьёв. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Александр, недавно появился такой сайт, который называется легкиеволги.рф. Давайте поподробнее об этом сайте. Чем вы занимаетесь и для чего этот проект появился? Вы знаете, в 2010 году ни для кого не секрет, что в Чувашии прошли сильнейшие пожары. И в тот момент сгорело примерно 6,5 тысяч гектаров леса. Это на самом деле очень большая площадь, и когда туда приезжаешь, становится немножко не по себе. Мы же впервые выехали на посадку леса в 2013 году. И вот приехав туда, честно говоря, картина ужаснула, поразила неприятным образом, потому что выглядело это, ну, правда, жутковато. И мы решили, что вот с тех пор мы будем ежегодно выезжать нашей организацией, волонтерами, нашими друзьями, знакомыми, чтобы восстанавливать этот лес своими руками, силами общественников. Ну, и в сотрудничестве, конечно, с лесхозом Чебоксарским. 6,5 тысяч гектаров. Вот сколько это? Ну, 6,5 тысяч гектаров, для сравнения, чтобы понять, какая это площадь, это примерно 1700 стадионов Спартака. То есть это площадь, равная 1700 стадионам Спартака. Вообще глобальная площадь. Огромная площадь. На слух, на восприятие она тяжело вот как-то воспринимается, но вот стоит выехать туда и посмотреть своими глазами. Ну, бескрайнее поле на самом деле. И это очень серьезно. Ну, насколько я знаю, после вот того пожара восстанавливать леса стали практически сразу. И неужели за 7 лет не восстановили, неужели до сих пор не засадили всю эту площадь? Ну, на самом деле, вот как мы уже говорили, из 6,5 тысяч гектаров на сегодняшний день восстановлено примерно 3200 гектаров. Почти половина. Да, почти половина. Ну, связано это прежде всего, конечно же, с финансированием, потому что такая огромная работа, она требует большого количества финансовых средств. И на сегодняшний день мы также присоединились к этой работе. Ну, по нескольким причинам. Во-первых, чтобы внести свой вклад в восстановление именно лесов. Во-вторых, чтобы все-таки и некую такую педагогическую функцию все-таки провести, потому что мы вывозим туда и студентов, и родители с детьми выезжают. И все-таки люди, которые сами своими руками сажали лес, они ведут себя все-таки в лесу уже совсем по-другому. И отношение к лесу совсем другое. И, увидев эту картину, к чему приводит, ну, вот этот вот фактор лесных пожаров, они уже действительно ведут себя осознаннее. И многие из них приезжают на наши акции по посадке леса не один раз. Ну, вот у вас работает сайт легкиеволги.рф. Там, в принципе, очень интересная информация о том, что одно дерево стоит 30 рублей. И можно как-то поучаствовать там. Можно заплатить 30 рублей, а можно принять участие в другом, помочь в другом виде, не деньгами только. Да, то есть мы тут шли от запроса. То есть по опыту уже прошлых лет акций большое количество людей готовы принять участие сами. Кто-то, находясь, может быть, за пределами республики, либо не имея физической возможности поучаствовать в самих посадках, предлагал нам оказать, в том числе, и финансовую помощь. И есть у нас еще и другая функция. Вот сейчас во многих организациях лежит, на самом деле, огромный объем макулатуры. То есть, ну, вот как-то мы в какой-то момент перестали это ценить и просто, на самом деле, выбрасываем. Вот мы предлагаем людям сдать макулатуру и принять участие как раз-таки в поддержке наших посадок леса. Это вот три такие основные функции. То есть волонтеры, люди, которые сами могут принять участие физически. И мы сейчас ведем статистику, у нас есть таблица. То есть все люди, которые отправили заявку через наш сайт, они у нас учтены, и мы их обязательно пригласим в конце октября, в начале октября, в конце сентября этого года на посадку леса. Ну, вот второй формат – это финансово поддержать проект. И третье – это вот такие сдать макулатуру, то есть сберечь от того, чтобы были срублены другие деревья, да, то есть за счет макулатуры. Ну, и, конечно же, поддержать и в том числе посадку лесов за волчьи. Ну, наверное, очень много людей отзываются и на посадку деревьев, но в то же время людям нравится идея сдавать макулатуру. Вы знаете, вот вы абсолютно правы, Татьяна. То есть это вот такая деятельность, которая, ну, абсолютно добрая, она вызывает абсолютно положительные эмоции. Вот люди, которые приезжают к нам на посадку, это, ну, на наш взгляд, такие удивительно добрые, позитивные люди. Вот приехав весь день туда, поработав часов пять, вот так вот ударно, то есть и абсолютно уставшие, где-то грязные, может быть, мы оттуда приезжаем. Но вот все абсолютно довольны, и это такой хороший такой большой плюс в карму, я считаю, чтобы вот посадить в таких количествах деревьев, потому что на каждого участника у нас примерно приходится порядка 200-250 посаженных деревьев. Ну, и второй момент – это макулатура, потому что в домах, в офисах, в организациях она всегда копится, она вроде бы незаметна, но как только мы начинаем переезжать или убираться, или там проводить какую-то ревизию там шкафов, мебели, мы понимаем, что огромный объем макулатуры. Понятно, что человеку поехать куда-то на край города, может быть, на точки, где их принимают достаточно накладно, порой не у всех есть машины, не у всех есть возможности, потому что, ну, порой там до 100 килограммов даже скапливается, это физически тяжело. Поэтому мы предлагаем им сдать вот эту макулатуру. То есть вы приезжаете и забираете? Мы и приезжаем, и забираем, но это в случае, как правило, если объем или масса макулатуры больше 100 килограмм, и сейчас мы пошли по пути организации массовых мероприятий в таком уличном формате. Мы запустили проект «Экодвор», и люди, в общем-то, могут прийти туда, сдать и макулатуру, и пластик, тот же пластиковой бутылки, который у них есть, в общем-то, тем самым минимизируя свой экологический след, не нанося урон природе и делая в то же время полезное дело. Действительно, люди готовы сортировать, люди готовы сдавать вторичное сырье. И, конечно, нужно идти по пути того, чтобы создавать инфраструктуру, чтобы людям было удобно, может быть, возле торговых центров, рынков, чтобы были точки стационарные по приему вторсырья. И люди могли это спокойно сделать. Значит, люди сдают макулатуру, либо помогают финансово, и потом вы их приглашаете на посадку деревьев? Да, мы их всех приглашаем. Вот вы знаете, уже есть проплаты деревьев, например, из Москвы. То есть человек вообще не из этого региона. Она увидела нашу презентацию у нее, вот у этой девушки. Конкретно есть подруга из Чебоксара, которую она там любит, доверяет. Она увидела ее репост в социальных сетях, прочла, заинтересовалась и решила поддержать. Мы, конечно же, ее пригласили, если у нее есть возможность, но она сказала, что, к сожалению, такой возможности нет, и она нас поддержала, как могла. Но вот мы будем рады всем абсолютно, кто нас поддержал, кто записался волонтерами. Мы всех обязательно будем приглашать. Но, конечно же, если у них возможность будет такая, я думаю, что они примут участие. Это будет конец сентября, начало октября? Да, это будет конец сентября, начало октября. И там уже по погоде мы сориентируемся, согласуем все эти посадки и уведомим всех обязательно. Вот они у нас составляют электронную почту. Всех, кто зарегистрировался, мы обязательно уведомим. Ну и у нас будет объявление в социальных сетях. Это группа ВКонтакте «Легкие Волги» и группа Фейсбука «Легкие Волги». То есть там всегда можно найти информацию. Еще такой вопрос от обывателя. Где вы деревья берете? Ну, на самом деле, посадочный материал весь, он местный. Он выращивается на наших питомниках. И через лесхозу уже мы организовываем. Ну вот смотрите, вы говорите, что вы с 2013 года сажаете деревья, да, по 200 штук приблизительно на человека. Но ведь вы высадили огромное количество деревьев и все равно еще надо сажать. Вы знаете, вот мы тоже ведем свой учет. Нам тоже интересно как-то визуализировать это в цифрах. Мы на сегодняшний день посадили порядка 250 тысяч деревьев. И это примерно 50 гектаров леса получается. Вот такие цифры у нас по нашим расчетам получаются. И цифра для нас, как для общественников, она достаточно серьезная. Но мы все-таки хотим, чтобы эта цифра увеличилась. И чтобы жители республики, прежде всего, приняли более активное участие. Теперь уже узнав о нашем проекте. Потому что желающих действительно очень много. Вот порядка 500-600 заявок на посадку мы каждый сезон получаем. Но вот по организационным причинам мы можем вывести где-то от 100 до 200 человек. Конечно, хотелось бы, чтобы могли выехать все и принять участие в посадках. Спасибо большое, Александр, за то, что вы пришли и ответили на наши вопросы. И желаю вам успехов в таком благом начинании, в благом деле. Ну а мы, в свою очередь, готовы вам помогать. Спасибо большое. В Китае есть пословица, которая звучит так. Когда самое благоприятное время для посадки деревьев? 20 лет назад. А если не тогда, то прямо сейчас. Давайте же призовем всех наших жителей, всех, кто читает на социальных сетях, видит ваши программы принять участие в этом проекте. Ну а мы будем всех рады видеть на посадках весной, осенью этого года. Спасибо большое, Александр. А я напомню, что сегодня о проекте «Легкие Волги» и о посадке деревьев в Заволжье мы разговаривали с руководителем проекта «Легкие Волги» и руководителем Чувашской региональной организации экологического движения «ЭКО» Александром Воробьевым. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин